Всем привет! В эфире Универ Ньюз, в студии Арина Михайлова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ улучшил свою позицию в рейтинге Time High Indication. Среди российских вузов. Казанский федеральный университет посетила делегация публичного акционерного общества «Газпром». Ученые КФУ и Американской клиники Мэйя внедрили технологию реабилитации пациентов со спинальной травмой. Казанский федеральный университет улучшил свою позицию в рейтинге Time High Indication среди российских вузов. В этом году в список лучших вошли свыше 1300 высших учебных заведений из 92 стран. В этом году доля российских вузов в рейтинге возросла. Страна заняла 39 мест в таблице, что на 4 больше, чем в прошлом году. Более подробнее смотри далее. Британское издание Times Higher Education опубликовало рейтинг университетов мира за 2020 год. В этом году в него вошли свыше 1300 высших учебных заведений из 92 стран. Россия представлена 39 высшими учебными заведениями, в число которых вошел и Казанский федеральный университет. Один из ключевых рейтингов, он интересен тем, что его разрабатывает одна из ведущих рейтинговых агентств мира, которые рейтингуют не только высшее образование, но и многие другие сферы. И поэтому с точки зрения методологии у них очень хороший выбор, очень интересный подход. Хотя для нас опорным является КУЭС, но за этим рейтингом мы тоже очень внимательно наблюдаем. В этом году доля российских вузов в рейтинге возросла. Страна заняла 39 мест в таблице, что на 4 больше, чем в прошлом году. Несмотря на рост количества участников, Казанскому федеральному университету удалось улучшить свои позиции. Университет в мировом разрезе занимает 601-ю, 800-ю строчку, а среди российских вузов КФУ занял 9-е место. В этом году мы на той же позиции, вроде бы, казалось бы, что и в прошлом году. Это диапазон 601-800, и поэтому там, ну скажем, много есть различных мнений. То есть много это или мало, но если мы посмотрим страновой разрез, то нам удалось улучшить свои позиции. Если раньше мы были на 10-м месте в Российской Федерации, сейчас мы на 9-м. И наша позиция, то есть среди федеральных университетов, мы в этом плане занимаем. Это самая высокая позиция. И наша позиция выше, чем общая позиция Санкт-Петербургского государственного университета и Бауманки. Вот у имени Баумана, который является одним из признанных лидеров образования. Делегация Публичного акционерного общества «Газпром» посетила Казанский федеральный университет. В ходе встречи обсуждались возможные совместные проекты для решения производственных задач компании. Наш корреспондент Анна Глазунова расскажет подробнее об итогах встречи. В Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация Публичного акционерного общества «Газпром». Руководители посетили Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Встречу провел проректор по научной деятельности Казанского университета Данис Нургалиев. Вместе с гостями обсуждались возможные совместные проекты для решения производственных задач компании. Делегация ознакомилась с лабораториями Института и разработками ученых университета. В ходе встречи были намечены дальнейшие планы сотрудничества Казанского федерального университета и Публичного акционерного общества «Газпром». В 2019 году реализован спецпроект для ООО «Газпром Трансгаз Казань» по обучению 72 сотрудников компании по программе профессиональной переподготовки нефтегазового дела для специалистов нефтегазовой промышленности. Служители изучают основы проектирования, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, переработки, применения и транспортировки нефти и газа, а также экономики в нефтегазовой промышленности. Центр дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга Института геологии и нефтегазовых технологий КФОМ также ежегодно участвует в тендере на оказание образовательных услуг Публичного акционерного общества «Газпром». Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета совместно с учеными Американской клиники Мэя внедрили уникальную технологию реабилитации пациентов со спинальной травмой, которым был имплантирован нейростимулятор. О том, как новая технология поможет пациентам с травмой спинного мозга, расскажем в следующем сюжете. Технология на переднем крае науки. Когда пациенту уживляются специальные электроды, специальный электрический стимулятор, это пациенты с травмой спинного мозга, и при вот этой электрической стимуляции улучшается двигательная функция пациентов. В клиническом исследовании приняли участие три пациента, которым был имплантирован нейростимулятор для стимуляции спинного мозга ниже уровня спинно-мозговой травмы. Задачей исследователей было понять, насколько стимуляция спинного мозга сможет ускорить реабилитацию подобных пациентов и улучшить качество их жизни. В Казанском федеральном университете создан научно-клинический центр прецизионной регенеративной медицины, в котором к концу года заработает центр нейрореабилитации. Было проведено очень тщательное обследование пациентов, после чего уже эта информация была передана врачам-нейрохирургам, и на Дальнем Востоке была проведена уже сама процедура по вживлению электродов и стимулятора. После чего пациенты опять вернулись в Казанский федеральный университет, где будет продолжаться работа по их дальнейшей реабилитации. Работы группы Казанского федерального университета в течение последних лет показали эффективность стимуляции спинного мозга для восстановления двигательных структур как у животных, так и у пациентов с травмой спинного мозга. Благодаря этим достижениям Казанский университет во главе с ведущим научным сотрудником Института фундаментальной медицины и биологии Игорем Лавровым начал сотрудничество с крупнейшей американской клиникой Мэйо. Дело в том, что клиника Мэйо это один из крупнейших медицинских холдингов, скажем так, в Соединенных Штатах. И они занимаются самыми разнообразными направлениями. Вот в области нейрореабилитации они одни из лучших в мире. Научные сотрудники Казанского федерального университета оценивают параметры ответов мышц, которые позволяют индивидуально настроить программу стимуляции для каждого пациента. Новые данные, полученные в ходе этой работы, позволят дать шанс восстановиться пациентам со спинномозговой травмой. Технология крайне перспективная. К сожалению, в России в целом реабилитация пациентов с травмами спинного мозга находится на гораздо ниже уровне, чем в мире. И для нас очень важно, во-первых, вывести в целом нейрореабилитацию на мировой уровень. Но в то же время мы уверены, что наши технологии позволят и разработать совершенно уникальные методы по восстановлению после таких вот серьезных травм. Результаты усердных работ ученых Казанского федерального университета и клиники Мэйо обещают быть полезным не только для России, но и для всего мира. Канадские специалисты разработали приложение для гаджетов, которое самостоятельно сможет определить основные параметры состояния организма, в том числе и давление по коротким селфи-видео. При этом точность измерений составляет около 95%. Подробности в нашем следующем слежете. Исследователи из Университета Торонто и больницы Педуниверситета в Ханчжоу разработали мобильное приложение, которое определяет артериальное давление по коротким селфи-видео. Своим мнением о данной разработке поделился Сергей Мосин, директор Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Специалисты в области медицины установили факт влияния изменений белков или реакции белков на световое отражение и была установлена зависимость от этого изменения, от изменения артериального давления человека. Подобные пилотные проекты, связанные с сердечно-сосудистой системой, уже разрабатываются в лабораториях цифровой медицины Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете существует лаборатория цифровой медицины, где как раз ведутся работы, связанные с применением искусственного интеллекта, но для несколько более сложных задач, задач, связанных с поддержкой принятия врачебных решений. Данное приложение имеет большое будущее, но пока недоступна широкой аудитории. Для того, чтобы сделать его популярным и эффективным для всех, потребуются годы исследований. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся!